Морской бой. Это сервер в GTA Sam, но не обычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов репли. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное. На сервере нету доната. Вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Те, кто давно следят за моим каналом, те, кто давно на него подписаны, и те, кто еще не успели отписаться после того, как увидели весь этот наплыв мобильного. Вот этого всего контента на мой канал. А такие люди вроде как есть. Они следят, они продолжают что-то ждать. По типу, там, знаете, самп-обзоров или вроде того. То есть, такие люди есть. И они действительно ждут какие-то видеоролики. Они не смотрят вот этот вот весь мобильный контент и все прочее. Однако, вот эти вот самые люди, они на вес золота. Потому что они помнят меня таким, какой я был и какой я сейчас. Может быть, там, какие-то вот эти вот мои суждения, мнения, все прочее. Но изменилось. То есть, ну, по поводу одного, я остался кристально, так знаете, уверен в том, в своем мнении. Это мнение не поменялось. То есть, могло бы измениться мнение насчет рекламы. Могло поменяться все про... Хотя нет, мнение насчет рекламы, то, что там, знаете, снимать ролик на конкретном проекте. И вставлять еще и прерол в этот ролик, это действительно зашкварно. И я могу сказать, что я зашкварился, да, ну, и что тут поделать? Ну, вот такое бывает, да, бывают обстоятельства некоторые в жизни. При которых приходится вот как-то вот все это делать и сказал, будто к этой трагедии случилось нет. А просто хотелось, захотелось и так далее вот это вот все сделать. Будет заработать побольше, так знаете, денег со всего вот этого вот. И те люди, которые давно следят за моим каналом, они могут знать, как я отношусь к фулл рулиплей проектам. Если, так сказать, коротко, и чтобы вы не смотрели там, может, минут 20, может, вообще полчаса вот этих вот всех моих рассуждений на тему КРМП проектов и всего вот этого вот прочего, я их ненавижу. То есть, пусть они существуют, как существуют. То есть, это как Моргенштерн. Он существует, некоторые его ненавидят, некоторые там его любят. Но одно остается фактом, то есть, всем на него похуй, абсолютно. Выходит какой-то вот этот вот весь трек, типа, ну там какие-то люди, которые его не любят, зайдут, посмотрят, послушают, поставят дизлайк, все, уйдут. Те люди, которым он нравится, то есть, схема та же самая, только при этом они ставят лайк, добавляют там куда-нибудь в плейлист ВКонтакте, или там нажимают лайк в Спотифай, или там что еще можно сделать в Ютубе, можно музыка лайк нажать, и там вообще много еще всяких вещей есть. То есть, вот такое вот есть. И, понимаете, в чем? Гамбит РП, там, какой-нибудь Волокас, Глад Волокас Ролеплей, там, все вот эти вот прочие фулл РП проекты в GTA Samp, мне они не нравились никогда. Я попробовал в них поиграть. На Волокасе УЦП, я, по-моему, не прошел, или прошел УЦП, но там делать нечего. По-моему, еще играл на Стейдж Ролеплей, на Гринч Ролеплей, на каких-то вот этих вот еще прочих проектах, на Гамбит Ролеплей прошел ЮЦП, и потом, кстати, его еще проходил за деньги. Кому интересно, по-моему, стоило 50 рублей. Мне вообще было похуй, я там писал всю хуйню от балды и так далее, там, то-се, и по итогу оно все проходило. То есть, разумеется, когда заказывали за 50 рублей, заказчик говорил, какая ему там нужна вот эта вот квота, или как все это называется, я особо сильно не помню. То есть, сейчас тест этот не пройти, потому что тогда я просто ответы заучил, и все, и, то есть, все это сделал, меня отправили на ретест, отправляли на все прочее. В целом, я понял, что Гамбит Ролеплей полная хуйня, говно, и это очень скучно. То есть, ты заходишь, дрочиться командами, все вот это вот делать, блядь, такое говно. Просто, блядь, идиотия полная. Ладно бы на уровне игрового мода были там, знаете, позволены какие-то ограбления, все прочее. И, понимаете, в чем дело, когда бы ты грабил человека, оно бы вводилось там в чате, и во всех вот этих вот прочих вещах оно бы все вводилось. Было бы неплохо, да, разумеется, было бы вообще, ну, типа, знаете, нормально, более-менее так, типа, поэтому, ну, прям замечательно было бы, никто бы не дрочился всеми этими командами, все было бы нормально, хорошо, отлично и замечательно. Но тут, к сожалению, вот, нечто подобное не происходит. Ты должен сам там, слэш ми, достал пистолет, слэш там ту-ту-ду, произвел выстрел, при этом жестко смотря на парня, напротив, вду, блядь, убил. Я знаю, что это такое нельзя, потому что, типа, это игра в свою пользу и так далее. Тем не менее, но вот тут, знаете, в чем дело? Есть проект, это выглядит сейчас как реклама, ну, нет, не реклама, потому что FullRP проекты говно, это проект в частности, потому что он FullRP. Может быть, там есть какие-то эволюционные, революционные, все прочие системы, но в целом не абсолютно поебать, просто давайте вот я вам все это расскажу, и там многие поставят дизлайки на видосе и напишут в комментариях, ебать ты дебил, вот я играю, у меня все отлично, замечательно, мне прям все очень сильно нравится, играй на здоровье, тупой малолетний дебил. А я буду, как бы, вот дальше на Аризоне РП нормально зарабатывать деньги. Actuali Mobile, Actuali Mobile, Actuali Mobile показали новые скриншоты с разработки. Проект позиционирует себя как сервер с повышенным Roleplay режимом. Действия игры будут проходить на ограниченной территории, в нескольких деревнях. То есть, то, что мы видели до этого, то, что мы видели на, допустим, в каком-нибудь жизни в деревне GTA Samp, или, допустим, на каком-нибудь Валакасе, или, допустим, на Гамбите, да, то есть на Гамбите есть прям отдельный сервер, а Лос-Сантос, Сан-Фьера, а Лос-Вентураса, по-моему, нету, или там как-то наоборот, все это сделано. То есть, вот так все это происходит. И тут, то есть, ну, точно так же, это правильное решение, потому что на вот этих вот всех Roleplay проектах, на которых хоть немного нужно затрачиваться всеми этими командами, никто играть не хочет, потому что это полная дроча, это никому, будем честны, не нужно. Так поступают и делают только долбоёбы. И тут есть несколько скриншотов, давайте сейчас их обсудим, чтобы ролик был, как бы, ну, на 8 минут, как вы понимаете, и чтобы с него можно было заработать больше денег. Первый скриншот, это у нас, я так понимаю, то есть просто Paym, можно будет прицепить к своему персонажу какую-то определенную надпись, и, типа, все вот это вот сделать, ну, хорошо, ладно. Потом это у нас, видимо, смерть, или когда вас арестовала полиция, вот, вастед, ну, типа, ладно, хорошо, неплохо, ладно, вот. Потом идём дальше, получается, тут у нас спид, это, я так понимаю, скорость, потом у нас идёт фойл, это, типа, топливо, сколько заправлено, и миллиаги, ну, типа, выглядит очень колхозно, хуёво, я, типа, не знаю, зачем так делать, почему нельзя было сделать спидометр, наверное, просто нету бюджета, да, его там, в общем-то, я могу проспойлерить, его там не будет, никто не будет донатить на FullRP проекты, это бессмысленно, зачем донатить на проект, на котором деньги ничего не решают, это утопично, это утопия, и проект чисто вот для всего этого. Я не знаю, зачем они заказали рекламу в Life Mobile, наверное, хотят построить своё комьюнити, но на что они будут содержать сервера, лично мне не особо понятно. Может быть, я говорю с такой, знаете, точки зрения капиталистической, вот этой вот всей штучки, ну, а что поделать, сервера в GTA Sampi, это чисто заработок, а уже сервера в GTA Sampi на Android, это уж подавно. Может быть, я не знаю, вот этот вот весь акшуальный мобайл ролеплей, он обретёт такую, знаете, популярность на уровне гамбит ролеплей только на телефоне, но я сомневаюсь, потому что вот всё-таки, вот весь этот FullRP, он больше для людей, которые так уже немного повзрослели, как бы это ни было странно. И поэтому, типа, ну, я не думаю, что они захотят вкладывать сюда хоть какие-то свои деньги. И вообще, для чего? Что тут можно будет купить? Я не знаю, смену ника? Зачем, нахуя, для чего? Непонятно. И потом, разумеется, очень рпшно то, что вот можно будет увидеть, как на спине человек ходит с калашником. Это очень рпшно, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Замечательно, отлично и круто, не останавливайтесь никогда. Однако же, я играл на проекте Arizona Ruliplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти, и там всё это, разумеется, вы можете сделать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Как бы, ссылочка на мой телеграм-канал находится в описании. Заходите туда, подписывайтесь, там будет много всего. Спасибо за просмотр, и увидимся тут же завтра в 20.00. Либо немного попозже. Субтитры сделал DimaTorzok